привет привет мои друзья сегодня у нас рубиновые луны нужно одевать все такое красненькое красивенько и вот хочу с вами поделиться такой интересной вещи как работу с родом почему потому что с 29 сентября по 14 октября наступает благоприятный период для вот такой вот родовой практики называется он петру пикша и и так ну есть много периодов в нашем календаре когда проведение родовых практик очень приветствуется ну и мало того считается что вот у людей у которых в личном на гороскопе есть прямое указание вот для дружбы с предками для работы с родом вот это как бы даже обязательный обряды которые они должны посвящать вот ну конечно обрядов очень много есть очень интересное есть как бы рабочие есть не рабочие почему потому что они отличаются только по силе вибрации и по силе внутреннего человека который это будет производить если вы ни разу этого не делали начните возможно во что ты сразу не получится но все-таки попытка не пытка вот ну и естественно одно из лучших времен для почитания предков и проведения специальных ритуалов и это 12 новолуний в этом вообще в году то есть каждые 30 лунной сутки наступает очень благоприятное время для проведения а вот благодарности своему роду почему потому что принципе рот нам очень здорово помогает но у нас как бы рот иногда болеет иногда бывает так что неблагополучные есть рот это где когда кто-то сидел и или там были люди которые уходили жизни самостоятельно поэтому действительно нужно очистить этот рот наполнить его и вот 12 дней в году когда солнце переходит из одного знака за другой зодиак вот и вот желательно это делать и сейчас как бы у нас это вот все это произошло торопитесь и так считается что в это время можно поработать с водом вот на очень-очень глубинных слоях и можно изменить не только свою собственную судьбу но естественно а судьбу своего поколения вот естественно когда мы очищаем или помогаем нашему роду то естественно нашим братьям сестрам тоже там вот все будет хорошо итак у нас сейчас 15 дней на вот это 29 сентября по 14 октября где активно можно проработать поработать со своим родом и получить удивительные результаты в общем граничащие но очень просто с чудом и родовые практики вот проводимые в эти дни они вообще-то нам очень здорово помогают ну первое это освободиться от карминческих долгов которые передаются из поколения поколение вот ну хотя я слышу сейчас очень много что говорят что как вот это вот ну сейчас не передается но вот если смотреть в общем еще у кого-то и даже у многих это передается дальше осознать и изменить родовые сценарии повторяющиеся в каждом последующем поколении но об этом я сейчас чуть-чуть попозже расскажу чтобы вы понимали вообще о чем это дальше ну устранять препятствия в личной жизни вот которые не дают продолжить свой род да вот когда женщина не может родить или ну тут тоже обстоятельств могут быть очень очень много дальше изменить родовые программы плане финансового состояния до рот помогает и как бы вот иногда бывает так что многие многие много работает работает а вот деньги они улетают как это просачиваются сквозь пальцев и куда-то исчезает еще можно исцелить некоторые заболевания связаны с родовой кармой вот вот как понять что что-то не так с вами или как бы с вашим родом многие задаются же такой вопрос а вот как определить да можно определить и это когда ну например повторяющийся сценарий это очень частые распространенные но когда дочка или сыночек повторяет судьбу родителей или одного из родителей вот ну например это вдовство разводы скандалы смерть алкоголизм или или сейчас наше время наркозависимость это тоже может как бы переходить какие-то очень приятные вещи происходят вот ну что я вам могу сказать практик сейчас очень много и слава богу они открываются вот ну вот я бы хотел остановиться но на самых как сказать трех практик вот если вам будет это интересно мы можем продолжить эту тему и рассказать могу рассказать вам что-нибудь побольше но вот сейчас хочу остановиться на трех практиках они очень простые проще по моему не бывает это первый буду рассказывать сегодня это запрет по роду потом исцеление но исцеление не всех заболеваний и вот хочу сразу определить но есть и такой и открытие в любви и счастливой семейной жизни открытие пути и так переходим первому ритуалу и он называется запрет пару что нам для этого нужно это нам нужно опять же ручка красивый красивый блокнотик такой блокнотик да я делаю всякие практики вот и как бы даже такие розочки красивые тут есть да и в этот вот мы как бы вот это я записываю и так что мы пишем наверху сейчас появится фотографии где как бы вы это все увидите и так я первая счастливая женщина мужчина в своем роду дальше отступив немножечко мы пишем большими буквами мне можно и дальше мы перечисляем то что вот ну например там любите быть любимым быть здоровые стройный любимые красивые счастливые желанный но здесь можно уже перечислять как будто что вы хотите что у вас вот чего у вас нет или чего вы хотели вот то есть там наслаждаться жизнью получать удовольствие от жизни то есть мы все пишем то есть мы указываем то что как бы вот мы хотели бы что было например у нас это что не было у родителей или родители не могли или не мечтали даже получить это да ну у всех конечно разное но например мама не ощущала радость семейной жизни мы пишем то есть я первая женщина в роду которая получает радость и удовольствие и счастье от семейной жизни папа например там пил него не было поддержки от от мамы и мы пишем что вот я получаю от жены поддержку и счастье и так далее все поняли если не поняли пишите мне и я вам помогу в этом на этом пока